Что изменилось и изменится для россиян с августа 2021 года? С 1 августа россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия, в том числе и детские, на максимальную сумму до 120 тысяч рублей в год. Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками, начиная с 1 января 2022 года. Для получения денег налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек. С 1 августа вступает в силу поправки федеральные законы о животном мире и об охоте. Теперь главы регионов сами смогут определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприродой России. Также вводится положение о государственном кадастре животного мира. Запрет на охоту можно будет ввести только если государственный мониторинг охотничьих ресурсов подтвердит непрерывное снижение численности вида в течение не менее трех лет, что привело к общему сокращению численности вида более чем на 50%. С 22 августа 2021 года вступает в силу поправки в закон, регулирующий ОСАГО. Теперь рядовым автовладельцам, чтобы оформить поле с обязательной автогражданской ответственности, необязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Тем не менее, ТО не отменен. Его по-прежнему надо проходить. С 1 марта 2022 года за отсутствие карты, а следовательно отсутствие техосмотра, будут штрафовать на 2000 рублей. Такие изменения внесены в Кодекс административных правонарушений. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки. В Департаменте образования, культуры и спорта продолжается выдача направлений в детские сады. Направление необходимо получить до 1 сентября. Выдача направления организована по вторникам и четвергам с 14 до 17 часов по предварительной записи. Записаться можно по телефону 2 12 27. Чтобы получить направление, родители должны иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Распределение детей по организациям, реализующим программы дошкольного образования, расположенным на территории Наринмара и поселка Искателей, завершилось в мае. Впервые 1 сентября 2021 года порог детского сада перешагнут 500 детей. Это на 17 детей больше, чем в прошлом году. Распределение по садам проводилось в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на предоставление места в первоочередном или в неочередном порядке. Согласно майскому указу президента, местами в 2021 году обеспечены все дети от 3 до 7 лет. Современные технологии внедряют в Наринмарском автотранспортном предприятии. Новая система учета пассажиропотока «Ларго» позволяет повысить уровень комфорта для всех граждан, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Камеры с датчиком установлены над двумя дверьми – там, где пассажир заходит и там, где выходит. Систему ввели в эксплуатацию на городских автобусах 23 июля. На основе полученных данных будут регулировать расписание движения автобусов. Вся аналитика вгружается в облако, и через специальное программное обеспечение можно наглядно увидеть статистику, когда приходится пик загруженности, а когда, наоборот, пассажиров меньше. Сотрудникам теперь не нужно будет проводить анализ данных на основе учета билетов, которые они получают от кондукторов. Все стало гораздо проще. Благодаря технологии, в которой используется нейросеть, видеофиксатор не считает сумки, рюкзаки, блики и иные предметы. Учет ведется только людей, правда, ростом выше одного метра, то есть дети из подсчета исключаются. Также можно в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит на входе и выходе из автобусов. Единственный нюанс – нестабильная скорость интернета, которая не всегда позволяет получить качественное изображение в онлайн-режиме. Но благодаря тому, что все видеофайлы выгружаются в облако, обратиться к материалам можно в любое время. У системы пассажиропотока из-за наличия видеофиксации появляется сразу несколько функций, помимо аналитики данных. Теперь в автобусах помимо восьми камер, которые были до этого, появились еще две дополнительные. Систему будут тестировать три месяца до ноября, чтобы посмотреть, насколько актуальное расписание составлено ВТП на данный момент. Погрешность в подсчетах составляет около трех процентов и не сильно влияет на показатели. По данным окружного департамента здравоохранения, прививку от коронавируса в Ненецком округе сделали более 13 тысяч человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить порядка 19 с половиной тысяч человек. Напомним, пройти вакцинацию можно в прививочных пунктах региона, во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, в центральной районной поликлинике Заполярного района, в дополнительном прививочном пункте во Дворце культуры Арктика. Чтобы сделать прививку в поликлинике города или поселка искателей, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно через портал госуслуги по короткому номеру 122 или по телефону колл-центра 2103. В прививочном пункте ДК Арктика вакцинация проводится без записи в порядке живой очереди. В будние дни с 12 до 18 часов, в выходные дни с 10 до 16 часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По всем вопросам обращаться в региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Студенты округа могут соревноваться как индивидуально, так и коллективно, группами от двух до четырех человек. Среди индивидуальных номинаций – профессионал года, председатель совета обучающейся года, староста года, общественник года, творческая личность года и спортсмен года. Среди коллективных – добровольческое объединение года, студенческое медиа года, патриотическое объединение года, студенческий клуб года и киберспортивный клуб года. Подать заявку нужно в региональный молодежный центр в отдел реализации молодежной политики и поддержки молодежных инициатив. Ознакомиться с положением конкурса можно в группе молодежь Ненецкого автономного округа ВКонтакте. Отметим, премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта образования. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства составила 94 миллиона 600 тысяч рублей. Семейно-родовым общинам, не являющимся сельхозтоваропроизводителями, на наращивание поголовья северных оленей перечислено 3,5 миллиона рублей. Возмещение транспортных расходов по доставке в Наринмар мяса оленина и субпродуктов первой категории для последующей переработки от мест убоя – 14 миллионов 600 тысяч рублей. По информации профильного ведомства на 1 июля 2021 года в оленеводческих организациях насчитывается около 195 тысяч голов, включая около 60 тысяч телят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok